всем привет я ира я рисую и вот уж абсолютно наверное новый формат будет ролика на моем канале но так как я слишком долго ждала эту прелесть то решила поделиться с вами радостью открывания коробочки я ее конечно открыла но я еще краски не пробовала они все вот абсолютно нетронутые единственный я почитала информацию составе чтобы подготовиться к этому ролику но вы понимаете даже по цвету моего стола до которые я сама раскрашивала видно что краска мне это было необходимо и дело было так значит я конечно посмотрела что появились эти супер грануляшки ну не так уж и недавно они давно уже появились мне кажется у шминки и вот эти наборы когда появились и здесь такие прекрасные зеленые вот прекрасные зеленые посмотрите но они все какие-то более-менее зеленые хотя там они называются шая елыша оливша green blue игрой все шая я прямо что мне какой-то такой там и тундра есть и какие-то еще набор но вот вот эти вот зеленые я прямо схожу с ума в москве стоят каких-то безумных денег вот эти маленькие 5 миллилитров тубы 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 то есть посмотрите это совсем крошки если сравнить с ван гогом до которые тоже небольшие но здесь у нас сколько десять два раза больше да то эти совсем крохотульки в невской палитре сейчас почему взяла хром кобальт турецкий зачем 10 миллилитров тоже но вот это в два раза меньше но стоит каких-то космических денег я первым делом решила посмотрела свочи в интернете и решила намешать и поэтому вот это вот мой процесс намешивания наверно меня и сподвиг сделать этот ролик потому что я не просто хочу выкрасить их а потом предложить варианты смеси правда тут возможны сюрпризы все-таки я смотрела с экрана монитора на цвет этой смеси и пыталась понять как это смешать причем информации по составу я тоже как-то особо не нашла только вот сейчас у меня открылась вот эта прекрасная информация до составом я все проговорю если кому интересно я даже уже погуглила пигменты они значит все что предварительно можно сказать они все гранулирующие даже желтый который входит состав они все очень светостойкие почти все с пятью звездочками они здесь написано что они видите квадратики да они типа полупрозрачные прозрачные все вот только полу кривистые вот у кривистая да но на самом деле они все гранулирующие краски не бывают супер прозрачные на самом деле прям вот чтобы супер все равно они некой укрывистостью обладают из-за тяжести некоторых частичек и вот они там будут на треугольничке если посмотреть довольно въедливые хотя грануляшки обычно нормально снимаются с поверхности бумаги это тоже можно все проверить но больше меня конечно беспокоит не их светостойкость или укрывистость меня больше всего интересуют цвета потому что я конечно же ушиблены абсолютно цветом но посмотрите даже красота поэтому я предлагаю начать с того чтобы их выкрасить и поговорить про пигментный состав ну начнем я хотела уже за кадром смочить бумагу бумага значит хлопок стопроцентный мне кажется грануляшки максимально красиво раскрываются на такой фактурной бумаги с большим количеством воды поэтому будем лить воду проверила что тубы не запечатаны то есть не будет сейчас у меня здесь вулканизировать хотя не знаю может быть вулканизировать будет вы сейчас поймете в чем каламбур значит начнем с 1 я прям буду наверное из тубы набирать я никуда их еще не выдавливала и в общем-то я это делаю с вами первый раз прям вот наверное на бумагу боже и это делаю впервые в общем посмотрим я пожадничала смотрите я пожадничала мне кажется можно посильнее выдавить какая-то очень мылкая знаете по ощущениям напоминает цирулиум вот как он так вот мылка разносится значит по пигментному составу здесь во многих красках этих есть вот это по ела у 159 это я посмотрела он зато вулкана ела у шминки экстра гранулей шин просто он экстра экстра во всех смыслах супер грануляшка опять звезд светостойкости я думала если честно что он будет более какой-то прозрачный более желтый а он прям ну какой-то такой ну посмотрим сейчас когда это все подсохнет так ой следующий у меня поехал поехал сам это шая оливка оливка шая так это здесь этот же вулканический желтый в составе и pb35 это как раз цирулиум по сути дела сушки чё то они прям знаете ну как то бумага такая жматина прям знаете вот как-то бумага жматина не показывает как будто цвет съедает что ли так сильно хлопок этот ну какой такой не супер не аж но хлопок смотрите она как-то раз исчезает я честно говоря не в восторге пока от от шминки это кстати первая в моей жизни шминки прости шминки но как-то следующий шая грин зеленый и вот здесь пигмент pg 18 я такого честно говоря не встречала раньше он это вообще веридиан который настоящий веридиан называется у нас в наших красках он особо нигде по моему а хотя слушать а вот зеленая светлая надо посмотреть здесь такая зеленая светлая на в смесь их невской палитры может быть это кстати она сейчас вот я выкрашиваю по цвету напоминает надо ее проверить ну красиво конечно но они смотрите они похожи здесь просто добавили ну да просто если это давайте еще вылезла просто если это она так мы сейчас вообще с вами намешаем шикарно и будет еще лучше чем шминки из невской палитры но вы знаете честно вот те цвета которые я намешивала я могу показать то есть первая вообще у меня вот такая была прикидка в скетчбуке так надо бы конечно камеру повыше сделать но это из трех пигментов все светостойкие и прекрасные акварельные бумаги вот я пробовала смешать тоже из трех пигментов ушли нки гораздо больше пигментов но я взяла эргазин коболь бирюзовый марс черный намешала и они как-то ярче и может быть даже интересней смотрятся может быть меньше там каких-то грануляшек так ладно продолжаем не расстраиваемся продолжаем все же они сложны подсохнуть да пока я не в восторге потому что вот это по цвету очень похоже вообще на дымки невской палитры и так ну вот она прям знаете это какая дымка который мне очень нравится кобаль дымка по моему называется это типа полукрывистая эти прозрачные да конечно когда пробуешь это совсем другой эффект но это прям вот в эту дымку добавить немного ладно я еще подумаю пока я пытаюсь справиться со своими эмоциями так собственно а внизу я хотела здесь у меня высохнет внизу я прямо такси черный будто чистый он вообще грей нет там чувствуется здесь смотрите я забыла говорить про состав значит это blue которая там тот же вулканический этот желтый это значит pb-29 это ультрамарин и pg-26 это некий зеленый кобальт тоже редкий для нас пигмент такой я не встречала что касается вот это шая грей здесь тоже этот вулканический желтый pb-74 74 это кобальт blue dip то есть темный кобальт тоже не встречала это какой-то шминки удивительный пигмент и ну пбк-11 понятно такси железо ну что я могу сказать что вот эти прекрасные но вот эти такие нежные может быть они сейчас подсохнут и станет нам все более понятно я честно говоря даже не знаю так сейчас я чуть-чуть повыше сделаю чтоб он тоже было видно и сейчас я подумаю что с чем намешать потому что наверное мой первоначальный подход не сработает а может быть сработает я сейчас беру у меня бирюзовый вот здесь есть я наверное по пол квадратика сделаю а дальше я выключу камеру мы подождем когда все высохнет и потом возможно я намешаю еще как-то более точно потому что пока я понимаю что наверное мой способ из трех красок намешать прекрасной шминки он довольно провальный но все же значит я беру здесь оксид черный иргазин желтый и вообще здесь должен быть кобальт бирюзовый он у меня есть на палитре поэтому я не и собственно иргазин тоже не только оксид черный нужно и сейчас вот на этой смешной палитре мы попробуем все это изобразить куда мне ее так все посыпалось так это у нас оксид черный посмотрим что у нас получится и так первым этот шая елок я предполагала просто так очень в лоб смешать иргазин какую-то вот он у меня иргазин и немножко как раз оксида черного немножко у меня получилось ножка там видите довольно все нежно поэтому я наверное положу иргазин а потом этой смеси сверху чтобы получить какой-то похожий шая цвет но там он конечно более нежный ну посмотрим как высохнет он потому что иргазин всегда более яркий когда ты его наносишь а потом он как-то бледнеет значит в оливковый все то же самое только я подмешиваю сюда немного кобальта бирюзового так я тут получается что делаю все за кадром и вот наверно еще кобальта и может быть надо еще побольше воды и кобальта и и что касается это вот оливковые здесь просто я предполагала так что пропорция желтого здесь больше а здесь пропорция бирюзового больше так у меня там еще этот оксид брызнул да ладно это мы будем считать что нам хватит мне к этому же получилось у меня тут стоит еще чашка с кофе мы здесь больше дадим кобальта голубого и сверху покидаем организм очень конечно то есть я считаю что здесь должно быть больше кобальта там больше иргазина и собственно тогда все это сработает в принципе здесь по пигментному составу это совершенно не так так они еще перетекают но в целом вот как будто бы здесь фон и грануляшки поменяли местами если если поймете чем я так но здесь понятно что у нас я вот совершенно не думаю ультрамарин добавлять в моей как бы мысли было так давайте пойдем по моей первоначальной мысли так мы добавим желтого потом мы добавим прямо сверху бирюзового и чтобы все это было весело сверху черный оксид так да я при палитру конечно не могу держать и палитру и да и там получается не хватает как раз какого-то вот этого ультрамаринового или хватает сейчас посмотрю там нету оксида железа а я добавляю оксид железом ну ультрамарина не хватает добавим добавим ультрамарин меня он естественно вообще любимый пигмент добавим ультрамарин посмотрим как это высохнет еще немножко пирюзового дальше я убираю что-то убираю они там конечно темнее и давайте еще тогда оксида железо все смешали не знаю этот конечно краше еще конечно не вечер еще это все не высохло ну еще один слой так ну ладно оставим его все смотрю через камеру очень похоже в принципе у меня нет желания сказать шминки что-нибудь ерунду делают абсолютно здесь другая совершенно цель ну показать что можно экспериментировать и можно с красками какие-то вещи делать интересные даже не имея шминки под рукой так скажем это я значит оксид железа добавляют так погуще и наверное судя по тому что я вижу я честно говоря думала что туда нужно просто добавить желтого и будет такой желто коричневый но я понимаю что желтого там почти нету и нужно добавлять ультрамарин значит все таки у меня будет с тремя не стремятся четыре пигментами до ушминки пигментов гораздо больше так убрала как-то там более ультрамариново смотрится добавляю ультрамарина и как-то выходит очень похоже на предыдущий здесь все таки наверное надо было обойтись и без ультрамарина как-то было грустно так давайте я чуть-чуть подвинусь и попробую так вот так чтобы эти половинки было 2 и попробую вот эти мне кажется очень неплохо по чистой слишком желтая только и это тоже кстати там еще как-то нежнее но эффект похожий так а здесь еще раз делаю и это будет смотрите я возьму кобальт бирюзовый иргазин и оксид железа и больше кобальта и наверное вот сейчас очень зеленый получился на больше кобальта не жалеем кобальта и что нет все таки ультрамарин там очевидно быть должен тогда я снимаю чуть-чуть краску и добавляю все-таки чуть-чуть ультрамарина так без оксида железа вот наверное а соответственно вот сюда так чтобы вам было видно оксид железо иргазин и сверху я буду добавлять ультрамарин уже прям вот так тогда мне когда вот смотрите это получилось более точно да что касается общем здесь надо на самом деле не такая уж и плохая у меня получается идея из трех намешать просто нужно больше практиковаться и контролировать количество воды то есть вот это например ярче получилось значит я беру чуть больше воды меньше иргазина да и добавляю туда эти там фиолетовая я добавляю черный оксид мне кажется черный оксид вообще вполне себе может красиво он дает красивые грануляции он не темным высыхает а каким таким сероватым и вполне себе это может быть интересно так чуть подуберу ну вот так наверное когда высохнет будет больше похоже вот этот получился у меня тоже какой-то термоядерный соответственно я просто что делаю что делаю здесь смешиваю все подряд и здесь у меня нежная кобальт иргазин и даже обойдусь я наверно без оксида да и здесь больше у меня иргазин но в меньшей пропорции чем здесь чтобы он был понежнее вот в следующей картинке я возьму он кстати максимально по моему похоже получился я беру нормально так бирюзового кобальта воды чтобы он загранулировался и и и немножко капаю иргазина так ну вот как то так здесь у меня бирюзовый почти исчез так воды слоном и и вот ну вот как то наверное так пока я оставлю посушим и посмотрим что получилось два раза попробовала смешать ух и так шел не первый час выкрасок и я тут уже навыкрашивала всего что только можно давайте посмотрим для начала на высохшие результаты все же хороши невероятно эти прекрасные грануляшки и наверное больше всего я попала здесь когда смешивала иргазин с кобальтом бирюзовым но здесь если посмотреть на формулу и подумать что иргазин это вот этот вулканический желтый да и здесь у меня кобальт и здесь конечно грин но здесь тоже кобальт здесь кобальт зеленый поэтому наверное а здесь кобальт бирюзовый это вот сейчас покажу вот этот вот да который кобальт бирюзовый то вот здесь я попала лучше всего здесь как то не очень здесь вполне насыщенности как будто бы не хватило но может быть я просто смесь не домешала вообще зачем нужны готовые вот эти вот тубы если можно намешать ну просто это удобно каждый раз когда смешиваешь может получиться чуть другая смесь вот да и сколько вот здесь я одно и тоже смешивала да но получились чуть разные видите особенно здесь вот как видно чуть разные пропорции сразу другая смесь поэтому это конечно удобно с другой стороны если это совсем недоступно а есть возможность намешать почему не намешать не лишать себя удовольствия таких красок да значит я что дальше пошла у меня как мысль после выкраски я какие-то свои значит шминки какие-то свои мысли ощущения да попыталась во-первых вспомнить где я такое же ощущала да вот здесь я вспомнила например цирулиум да по мылкости и он сейчас появится потом я вспомнила грануляшки от невской палитры вот у меня все 15 здесь выкрашены как показать это повыше камеру сделать в общем на самом деле все здесь смотреть и если вам интересно мы можем кому кто их не пробовал можно сделать отдельное видео на выкраску у меня все цвета есть какие-то в тубах какие-то я в кюветках докупала но неважно важно другое важно что я посмотрела на них и поняла что вот голубая мгла очень похожа вот на эту и на самом деле здесь голубая мгла это всего лишь ультрамарин с оксидом железа да то есть это легко намешать но опять же важно схватить пропорцию и здесь есть желтый подтон то есть если в это добавить немножко эргазина то наверное мы получим что надо и вот этот цвет мне очень напомнил вот этот хром кобаль дымка который я обожаю так как их рядышком поставить чтобы здесь бумага более гладкая здесь прям такая шероховатая вот они видите очень похожи и мы сейчас поэкспериментируем я достала все эти дымки с дымками тоже и еще я вспомнила что вот такой желтый светлый мне встречался в пиноксе у меня есть набор гранулирующих цветов пинокс и я кое-что докупала и вот палитра которая у меня сейчас есть в пиноксе вот она выкрашенная что я буду смешивать я буду использовать ультрамарин цирулиум оксид хрома и марс черный и титанат никель титаната никеля конечно здесь не было но я его уже докупала на самом деле я докупала вот эти там 8 грануляций вот эти я докупала а вот эти все были в наборе кстати набор мне очень понравился и он сейчас отвлечемся я вам покажу вот выкраска получше где видно все эти цвета которые у меня есть вот этот очень классный титанат меня удивил он как раз приглушает любой цвет он как неаполитанское желтое немного действует но он более холодный очень красивый красный хинокридон ну оксид железа прекрасен тоже и он может быть даже можно его сравнивать с аналогичным ван гога только он гораздо дешевле это который не корейский пинокс а пинокс отечественный и вот этот вот пурпурно-красный очень интересный цвет хороший вот это кобальт фиолетовый темный pv-14 никогда такого не пробовала пигмента очень тоже интересный вот кстати сейчас мне пришла мысль а если именно его подмешать в титанат не получится ли у нас вот этот вот цвет первый который желтый шая шая елл попробуем потому что у меня то другая вообще мысль и значит вот мои первые тоже я сравнивала первые выкраски конечно они здесь более яркие бумага более вот они это вот с тремя когда я мешала они все-таки чуть-чуть другие более плоские на другой стороне здесь и грануляшка видна лучше на этой бумаге поэтому я ее а кстати про бумагу я нашла что это за бумага ничего такого сверхъесте палатца стопроцентный хлопок вот такую я взяла попробовать очень специфическая но видите грануляшки на ней очень симпатично такая вот 300 грамм собственно вторую часть мы будем выкрасок делать тоже на ней значит так с фиолетовым кобальтом у меня значит пришла мысль нам ее бы не упустить и где-то попробовать а вдруг что-то получится стоящее где попробовать так вот здесь вот у меня есть немного места сейчас посмотрим что получится не знаю сейчас прям ну здесь гладкая больше бумага здесь целлюлоза можно особо не заморачиваться почему я подумала про фиолетовый потому что там изначально с фиолетовым как раз идет эта смесь я то хотела с оксидом черным ее пробовать ну вот может быть с фиолетовым так ну вот знаете что-то в этом есть сейчас мы еще немного добавим ну вот а вот кстати да значит надо мне сменить концепт вот так вот начинаешь снимать сменяешь концепт и тогда сравним а если с оксидом так чтобы видно было с оксидом все-таки железо черным он такой более в общем он менее интересный да давайте вот на этом остановимся значит мы еще вот кобальт тогда получается мы берем вот этот весь ряд кобальт оксид хромоцирулиум и ультрамарин и титанат никеля а и марс черный аж шесть цветов ну собственно у шминки тоже цветов а сколько там цветов кстати я выписывала незнакомые мне пигменты значит раз два три четыре пять шесть семь это знакомый и еще там значит есть ультрамарин восемь получается ну то есть даже меньшим количеством пигментов я обхожусь да ой посмотрите как красиво невероятно мне даже больше чем у шминки нравится господи прости такое вообще сказать больше чем у шминки пинокса нравится ужас так теперь мы знаете как расположимся это наш как бы референс да я себе оставлю такие вот кусочки чтобы видеть и вам было видно я себе значит набросала уже формулы того что мы будем смешивать и чтобы вам можно было тоже как-то это увидеть слушайте а может быть не так все-таки бумага была это как-то по-другому смачивается так ладно мы сейчас как-то ее смочим так щедро мы же хотим красивые грануляшки как я их ласково грануляшки грануляшки надо было вообще оставить между ними они сейчас будут у меня смешиваться да надо было оставить между ними сухие полоски я сейчас протру чтобы уж очень сильно не смешивались ну что поехали значит первую мы уже выяснили да я прям смешиваю на бумаге не буду заморачиваться смешивать на палитре я здесь вроде все зарезервировала так он там видите единственное получается более теплый что желтого больше добавить но такой теплоты я не добьюсь потому что этот вот титанат никеля в любом случае более темный более холодный поэтому ну а через камеру очень похоже ну вот теплее все равно возможно если бы я подмешала туда вместо этого цвета эргазин тогда знаете что когда не вскую палитру будем вот здесь я сейчас себе помечу внизу чтобы я взяла как раз кобальт значит поехали дальше а дальше у меня господи уже десять минут прошло ролика я смешиваю тот же титанат никеля с цирулиумом цирулиумом берупиноксовский он более теплый чем у невской палитры он менее мылкий очень такой интересный цирулиум но все равно я нежно люблю от невской палитры они очень разные а так как я люблю все голубые господи все голубые цвета люблю то так я стараюсь быстро 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 я конечно потом помонтировать могу но вот смотрите мне кажется да прямо удивительная точность очень похож цвет я прям очень довольна собой следующее что мы делаем мы добавляем тоже цирулиум но добавляем еще оксид хрома такую зеленочку и я более чем уверена что цвет будет совсем другой но ради эксперимента мы это сделаем потому что вот то что я уже подобрала с кобальтом бирюзовым оно вот мне кажется стопроцентное попадание так поехали цирулиум снова так если просто взять побольше цирулиума может быть надо было с цирулиума начинать или вообще смешать на палитре чтобы он был более голубой так и вот не знаю насколько нам здесь этот зеленый нужен вот знаете он особо то и не нужен как будто ну-ка он как будто бы делает цвет более грязным да с другой стороны он вот эти хлопушки дает побольше он гранулируется так сказать поактивнее так я здесь хорошо так залезла протру тряпушкой и добавлю еще цирулиума потому что там прям вот голубого то побольше будет и еще желтого и посмотрим что высохнет как то вот так в любом случае цвет мне кажется очень интересный я вижу что бликует он станет посветлее я думаю при высыхании ну посмотрим значит следующий мы мешаем ультрамарин тот же хром кобальт и тот же титанат никеля но здесь наверное я начну с ультрамарина кстати у пинокса очень интересный если не знаете ультрамарин здесь все высохло уже слушайте по моему первая бумажка все таки другая была она по другому намокала интересно какая видите он прям какой-то слишком фиолетовый ну может быть нам сейчас это и сыграет хорошо значит пг 17 хотя бы показала вот ультрамарин я смешиваю хром кобальт и прям беру его так это и воды добавляю да да вот вот смотрите да 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 вот эта смесь ультрамарина ультрамарина она очень нравится может быть надо было кобальт взять у меня кобальт тоже здесь есть вместо ультрамарина ну нет максимально вообще похож и не хватает вот этих желтых прожилочек которые вот я сейчас буду добавлять титанатом никеля но не особо много бумага не хочет воду впитывать вообще как будто бы да она как бы на поверхности остается так как будто бы зеленый может быть еще чуть-чуть ультрамарина покапать какая-то уже живопись получается ну да ладно вот как то так но мне кажется тоже очень похож сейчас посмотрим конечно что высохнет и последний я беру все тоже самое только ультрамарин смешиваю с оксидом железа так я его прям смешиваю активно вот очень да похожий цвет прям очень с учетом того что он еще высохнет и вообще такие знаете экзерсисы очень мне кажется полезными для какого-то развития чувства цвета работы с акварелью рекомендую так сказать тоже что-нибудь посмешивать почему бы вам не посмешивать если у вас есть какие-то из этих цветов самим такое тоже мне кажется прям максимально сейчас похоже получилось я довольна вот я правда замазала свою надпись но это ничего страшного я думаю вот значит будем ждать когда подсохнет и перейдем к следующему этапу наверное я поменяю водичку так я поменяла водичку возможно мне нужно поднять все-таки чуть-чуть камеру так может быть получше будет вот и я же а вот так я тогда сделаю смотрите я тогда буду даже чуть-чуть под наклоном а вот здесь у нас будет наша шпаргалка и смотрите что я хочу сделать здесь я разделила снова на две части потому что я хочу попробовать два варианта но это все будет невская палитра значит первый мы единственное возьмем фиолетовый кобальт из пинокса да так давайте я все смочу сначала если все это будет очень долго мне придется какие-то кусочки просто обрезать в видео так только не хочется чтобы были лужи так здесь протерли 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 так ну что повторим вот этот номер да только теперь у нас будет иргазин желтый вместо титаната никеля можно его вот этим господи прости меня азометин азометином желто-зеленым заменить от ван гога они это один и тот же пигмент одна и та же краска может быть чуть чуть лучше вот этот набирается от ван гога но у меня выдавлен в палитру уже иргазин вот он вот это вот он таким зеленым выглядит и поехали так постараюсь работать как-то быстро и второй вариант мы будем смешивать его же а я могу тогда вот так сделать да с по-моему я опять взяла слишком слишком-слишком слишком ярко сейчас я уберу вот здесь подберу вот здесь и может быть и ничего и так фиолетовый красивый вот этот вот кобальт ух ты какие он штуки делает ух ты какие он штуки делает так а здесь я возьму черный так только вот здесь он у меня был но он у меня загрязнился сейчас я лишнее уберу чтобы он был почище оксид железа так у меня есть потекло конечно все ну и ладно все оставим вот так с кучей воды интересный прям интересный этот тоже интересный они все очень интересные товарищи дальше мы берем тот же эргазин и мешаем его с чем вы могли бы подумать цирулиумом собственно как мы здесь цирулиумом мешали не зря я вспомнила про эту мылкость цирулиум у меня здесь немножко ну вот он такой от белых ночей но он такой красивый посмотрите здесь надо мне поосторожничать потому что там вообще буду мешать дальше беру эргазин и начинаю прямо тут смешивать вот мне кажется что они очень стали похожи а другой вариант это смешать с хромкобальдымкой сейчас я вам покажу эту дымку вот она смотрите хромкобальдымка это у нас pb28 pg17 то есть это собственно так это не то сейчас это кобальд бирюзовый правильно я говорю вот 28 и pg17 оксид хрома вот вот такой оксид хрома в принципе он везде почти что одинаковый вот это он получается здесь я смешивала с цирулиумом здесь будет почти как я в первый раз с кобальдом бирюзовым смешивала показываю внизу там не видно вот этот да как будто бы вариант но сюда еще добавляется окись хрома а окись хрома я добавляла знаете куда так 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 шпаргалка вот сюда поэтому возможно у меня получится не этот цвет а вот этот может может быть мне вот так тогда его растянуть потому что здесь у меня только одна формулка давайте так и сделаем растянем заодно вы подивитесь как хорош этот мист мист ну у меня смотрите у меня оргазин течет он у меня везде поэтому мне не страшно так вот он таким зелененьким это вот окись хрома на самом деле делает его такими зелененьким посмотрите как хорош как он хорош и я думаю что по яркости все таки он больше подойдет вот вот к этой второй смеси а вообще то посмотрите это вот а ну вот я здесь тоже писала второй чай хрупковый дымка ультрамарин и оргазин так давайте тогда мы эту дымку протянем посмотрим что будет здесь везде будет дымка смотрите как она прекрасна но где-то нам нужно будет добавить так здесь я хочу добавить только иргазин и наверное все таки унять цвет как-то его сделать более более менее так 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 иргазин нет я слишком взяла поэтому конечно на палитре мешать удобнее в этом плане все исчезло зато очень много эргазина осталось так ну мы сделаем вот что какое безобразие оставим побольше этого прекрасно но вот это я думаю попадание будет мимо я думаю что нам нужно будет все таки так это я пытаюсь как-то его взять а он не берется сейчас я его знаете на палитре разведу надо было побольше какую-то палитру взять то есть побольше воды поменьше пигмента и вот сюда его чтобы такой был более нежный цвет так ну что есть эффект эргазиновой дымки вот я его сделала конечно максимально похожим но нету вот этой вот что ли звонкость вот звонкость как раз она идет от цирулиума он вот вижу через камеру очень темный окей поехали дальше у нас здесь теперь шая грин это эргазин и мое открытие я поняла что не зря я хром кобальт турецкий достала потому что он конечно нам поможет здесь итак я сейчас все делаю эргазином ой только я сюда залезаю вверх не надо залезать вверх здесь мне нужен только эргазин и здесь мне нужен эргазин но мне не нужно дымку наверх вот он хром кобальт турецкий и он довольно такой насыщенный знаете цвет тоже пам 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 куда мне его сделать надо было брать большую палитру я тут поспеваю как могу он такой вот он похож на кобальт бирюзовый но он как бы более приглушенный и вот это мне кажется то что нам здесь нужно так вот теперь мне кажется он стал более похож на этот вот он еще пожухнет чуть-чуть при высыхании да вот лишки уберу ну а вот этот вариант все же вот сюда это все же вот сюда все дымки они очень яркие более яркие чем вот таких нежных цветов нету у невской палитры они все очень насыщенные ну вот посмотрите поэтому вот такого там не получится поэтому это еще как бы плюс к нашему упражнению значит что я здесь мешаю у меня здесь пойдет тот же эргазин но я его добавлю в конце пп-36 и пп-36 пп-36 это у меня подождите я не так сделала я перепутала вот это я должна была сделать здесь а вот здесь я должна была брать взять кобальт бирюзовый тан-тан-тан что же делать что же делать что же делать ну это же хлопок мы сейчас все смоем в ноль и сделаем здесь все заново потому что это тот самый цвет который мне изначально очень и очень понравился как у нас получился вот здесь мне кажется это было прямое попадание кобальта бирюзового значит я здесь беру как раз кобальт бирюзовый бумага еще влажная все будет хорошо может быть даже я слишком взяла его хорошо так расстроившись что я и так а что я бросаю эргазин же у меня здесь же и вот он пошел эргазин он гранулируется не супер сильно конечно кобальт бирюзовый но в принципе мы сейчас добавим побольше воды и она у нас потечет куда ей не надо течь вот и будет у нас вот такой эффект ой я не туда показываю надо вниз показывать вот такой эффект а здесь как раз я возьму ничего страшного я пройдусь если чуть зеленоватой кисточкой как раз я возьму уже я думаю что у меня получилось получилось то но совсем другое то но другое итак мы берем вот его и добавляем туда иргазин 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 значит давайте еще раз потому что я чуть-чуть запуталась и боюсь что вас запутала значит здесь я вмешала с кобальтом фиолетовым от пинекса здесь цирулиум иргазин здесь кобальт бирюзовый иргазин здесь иргазин и хромкобальт турецкий вот больше никаких оксидов железа сюда я не добавляла но вот этот сейчас выглядит очень нужно добавить туда еще просто ультрамарин потому что есть ультрамарин также в начальном у шминки есть ультрамарин там смотрите в формуле видно куда я показываю сейчас видно цвет но не видно запись мою вот видите здесь получается вот это луканический желтый ультрамарин и пг-26 это зеленый по-моему это зеленый кобальт сейчас посмотрю пг-26 а кобальт гриндарк вот как он называется ну хромкобальт турецкий он тоже такой потемнее и вот как раз тут получается вот это вот какая-то фиолетовая составляющая и она за нее отвечает ультрамарин вот сейчас все получится я думаю может быть надо взять чуть-чуть еще а кобальта турецкого вот мне кажется что все-таки иргозин может быть слишком желтый может быть в итоге вот этот титанат никеля у нас и лучше сработает вот здесь единственное мне кажется я мало добавила оксида оксида железа знаете что я добавлю потому что прям вот прямо не хватает вот этой серой составляющей такая лисировочка вот теперь мне кажется максимально похоже на шминки ну в общем получится что у нас пинокс победил тевскую палитру в грамляшках так а здесь у нас остался как раз вот этот прекрасный цвет так этот слишком зеленый а сюда я по-моему я добавила сюда иргозин может быть и не добавила дымку по-моему не добавила но как будто там есть честно говоря я не помню ну то есть здесь хром кобальт дымка ультрамарин иргозин мне кажется что там только дымка я добавляю иргозин я добавляю ультрамарин какой-то маленький кусочек мне кажется его недостаточно чтобы смешивать я еще такую кисочку большую взяла и такую маленькую так и где это у меня дымка я даже ее не закрыла мы сейчас ее чуть-чуть еще махнем мне кажется еще эта бумага съедает хорошо так пигмент конечно съедает всякая хлопковая бумага но это прям сильно у меня такое ощущение и последний у нас идет ультрамарин оксид железа и иргозин самая такая веселая и простая формула я бы сказала я прям вот здесь замешаю и есть у меня второй вариант заготовлен так скажем с дымками вот смотрите почти попадание но вот там есть эти желтинки и сейчас мы будем добавлять туда это вообще могла бы если бы я на палитре мешала может быть было бы лучше ну видно лучше но это бы заняло просто больше времени вот что я боюсь а ролик не резиновый ну вот пусть сохнет или я тоже самое делаю но с голубой мглой собственно голубая мгла это тот же PB29 PBK11 то есть ультрамарин с оксидом железа но там уже он смешан в определенной пропорции в гораздо более наверное хорошей пропорции чем делаю это я видите они очень насыщенные прям берешь и и все и там и там очень много пигмента вот мне кажется многие ругались на невскую палитру что сделали вот эти цвета гранулирующие что вот на самом деле ничего такого смешали всем доступные пигменты ну я смешала каждый цвет самостоятельно получается но не с первого раза или получается но чуть по-другому все время и от этого конечно когда ты рисуешь и например у тебя мало времени легче взять готовый вариант вот сейчас я иргазина много добавила мало кто его знает но мне кажется много и хочется снова эти голубой мглы добавить а так как она очень очень яркая вот так я ее добавлю ну что давайте подождем когда все высохнет и мы сделаем выводы всех моих изысканий а я чуть-чуть еще приберусь потому что конечно у меня сейчас на столе ну реально выкрашиваю не первый час ну что ж дорогие друзья у нас все высохло а это значит что можно подводить итоги вот так вот на вскидку я скажу что спиноксом экстра мне больше всего понравились смеси они больше всего похожи на оригинальные да здесь конечно посветлее возможно если говорить про про например если с невской палитрой сравнить с оргазином желтым то может быть поближе в общем то можно добиться идеальной смеси я думаю однозначно можно но в принципе вот через камеру конечно этот темнее смотрится может быть я взяла его здесь из тюбика по погуще или если бы я смешивала на палитре а не смешивала прямо на листке но в целом идея такая же вот здесь вот тоже ну наверное здесь желтый да больше видно вот эта смесь все таки мне больше понравилась с кобальтом бирюзовым наверное да ну а вот невская палитра вот здесь зато красиво сработала хотя хотя и здесь смотрите может быть даже более похоже а вот здесь как будто более зеленый и этот более зеленый случился здесь в любом случае такое упражнение оно очень полезное и смотрите с чего я начинала когда смотрела выкраски в интернете я начинала просто с трех цветов которые смешивала и к чему я каким сложным смесям пришла мне кажется это тоже очень даже неплохой результат а еще о чем хочется сказать что наверное если даже взять четыре цвета ильгазин кобальт бирюзовый ну здесь бы наверное все таки я окись хрома взяла то есть оксид черный неокис хром оксид черный и хром кобальт турецкий то в принципе уже можно сделать какие-то похожие смеси естественно я не остановилась я должна была сделать выкраску и на целевой взяли я сделала в скетчбуке прямо на целевой взял скетчбуке это 200 грамм cold press брауберг и в принципе то есть вот я повторила выкраску шминки и вот здесь сделала ну вот оно высохло и вот это смотрится более фиолетовый а вот этот наверное больше похож вот как раз на на вот этот вариант который был да изначально тоже зависит видите от того насколько мы плотно берем краску и это это такая я бы сказала финалочка это то как я думаю что ну самые удачные так скажем смеси из всего того что мы попробовали да закрыла окно там очень шумно самые удачные то есть из пинокса я еще раз повторила и с невской палитры единственное сюда я все тот же пиноксовски добавляла кобальт фиолетовый темный честно говоря я не знаю есть ли у невской палитры аналог мне кажется что нет и вот вот эти все хотя вот наверное мне очень нравится как вот эти да они прям похожи-похожи вот эти похожи-похожи вот здесь как-то мне кажется я с пропорцией немножко напутала возможно слишком много было хром кобальта и вот это вполне ничего но что хочется отметить в любом случае упражнение полезно и если вы хотите повторить это упражнение то вам из пинокса которые вот экстра понадобится всего шесть цветов это ультрамарин цирулиум у них кстати два цирулиума поэтому смотрите какой цирулиум у них есть на пиби 35 и на пиби 36 вот на 35 я делала оксид хрома кобальт фиолетовый титанат никеля и оксид железо черный если вам вы решите пойти с невской палитрой тут на самом деле я все записала насколько это видно невская палитра вам нужен будет иргазин цирулиум кобальт бирюзовый ультрамарин хром кобальт турецкий оксид железа и даже возможно синий кобальт потому что вот эту последнюю смесь я здесь делала с кобальтом синим то есть там у меня все тот же иргазин все тот же получается оксид железа черный и кобальт голубой я взяла на пи би 28 тоже он на пи би 28 как и кобальт бирюзовый это не ошибка это так и есть вот возможно у вас просто уже что то есть и вам там нужно что то просто докупить чтобы попробовать это упражнение так же если вы хотите еще ближе подойти в шминки не покупая набора то я думаю что на самом деле самый секретный ингредиент вот в процессе смешивания я поняла это желтый все таки во первых он везде присутствует и он как раз дает вот эти вот какие-то желтоватые там хлопушки то есть это вулканический желтый так я его здесь себе записала вот он вулкана yellow extra granulation вот он шминки на пиелло 159 какой номер я не знаю это у них но в общем вулкана yellow можно набрать в гугле он выдаст вот поэтому видите шесть пиноксов или пять волшебных тюбиков но тут вы сами понимаете можно намешивать и намешивать всего другого очень много полезного вот наверное это будет очень длинный ролик и надеюсь вам было это интересно что мы поисследовали прекрасные акварели шминки это вот первые мои шминки ну да честно говоря по нанесению они меня не впечатлили если честно но результат да очень все красиво конечно гранулируется все замечательно и конечно смешивать лучше на палитре а не как делала я возможно тогда результат был бы более точный ну в общем это первый такой мой опыт не судите строго вот надеюсь вам было любопытно и вы тоже пойдете что-нибудь смешивать всем пока пока